Итак, еще раз доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем с вами курс обучения «Достигая зрелости». Это занятие, которое будет проходить раз в неделю, как мы уже с вами говорили. И сегодня мы будем начинать с вами практически с самого нуля. Вы понимаете, да, что некоторые вещи, которые вы услышите, это вещи, которые вы услышали с самого начала, когда вы только пришли к Господу. Я знаю, что ваш духовный опыт, он разный. Некоторые из вас находятся в служении уже достаточно давно, вы ведете сами других людей. При этом мы не будем касаться каких-то вещей, которые не являются важными для нас. Мы постараемся таким образом просмотреть это обучение, или, так скажем, пройти это обучение, чтобы коснуться основных понятий, которые помогут нам иметь хорошую базу и хорошее основание для дальнейшего нашего роста и служения. И начнем мы с вами с самого-самого начала. Вы знаете, да, что вот недавно буквально мы снова начали цикл Торы, да, и мы снова вернулись к супер-классной книге «Бытие» Барышит. И чем она хорошая? Очень много событий, да, очень много, и причем буквально каждая глава – это такое насыщение концентрированными благословениями, о чем мы можем учиться с вами. И начинается все очень просто. «Бытие» первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот так вот просто. То есть, как бы, если вы задумывались о том, откуда все это взялось, вы открываете Танах, открываете Библию, первая глава, первый стих. «Вначале Бог все сотворил». То есть мы встречаемся с вами в начале Библии с Творцом, который творит. Само по себе понятие Творца подразумевает тот, кто творит, личность, которая творит. И когда мы говорим о Боге, когда мы говорим об описании Бога, мы часто используем такие понятия, как безграничный, тот, кто имеет, можно так сказать, неограниченный интеллект, знание обо всем, Творец. И мы знаем, что если кто-то что-то сотворил, то этот человек, да, допустим, если мы говорим о людях, как правило, он должен очень хорошо разбираться в цели этого творения, для чего он это сотворил, что именно он сотворил. То есть не просто Бог, вот он был, был, и вдруг ни с того ни с сего он решил что-то сотворить, потом сам посмотрел на это творение и говорит, странная вещь, не понимаю, как это работает, не понимаю, зачем я это сделал, и вообще, как это функционирует. Когда мы говорим о личности Бога, мы понимаем, что Бог, Он тот, кто знает все, у которого есть цель, конечная цель для каждого творения, и Он – личность. Само понятие, когда мы говорим о Боге, Бог – Отец, Бог – Творец, Бог – Тот, кто заботится, Бог, который сопереживает нам, Бог, который разделяет вместе с нами какие-то события нашей жизни, подразумевает, что это не просто какая-то бездушная сила, некий вселенский разум, знаете, нечто такое запредельное. Это – личность. Бог является личностью. Исход 34 глава 6 стих говорит следующее. «И пошел, прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь, Господь – Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до четвертого рода». И мы видим, что Бог, Он общается с людьми самыми разными способами. Есть множество путей, которые использует Господь для того, чтобы донести для человека нечто, донести свое слово. И книга Левит, 19 глава, 2 стих говорит следующее. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш». То есть Бог обращается к своему народу, и Он доносит очень простую идею. «Я являюсь Богом святым, и я бы очень сильно хотел, чтобы также и вы являлись святыми людьми». То, что Он говорит, «Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш». Что само по себе может означать понятие святости? В первую очередь это означает, что Бог полностью отдален от всякого зла. Мы знаем, да, что есть зло, или есть грех, и есть святость. Это два разных полюса. И в понимании Писания мы встречаем понимание или знание о Боге, как о Боге святом, о том, который полностью отделен от всякого зла, нечистоты или какой-либо безнравственности. И здесь мы встречаем также проблему, потому что наряду со святостью Бога мы понимаем, что каждый из нас имеет проблему как раз с другой половиной, с проблемой греха, с проблемой определенной нечистоты. Само по себе слово «грех» на иврите означает промахнуться или не попасть в цель. Иными словами, когда человек начинает грешить, когда человек живет жизнью греха, он перестает достигать ту цель, которую Бог поставил перед своим творением. Иными словами, для людей, для человека, грех – это не что-то естественное. Скорее можно сказать, что это использование, можно так сказать, человека не по назначению. Потому что изначально, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его для того, чтобы человек мог находиться в присутствии Бога, общаться вместе с Ним, проводить с Ним время, управлять садом, управлять землей. Мы знаем это с вами, да? То есть в общем, в общих понятиях. И когда мы говорим о грехе, мы понимаем, что функция человека или то, что человек начинает делать, она изменяется. Иными словами, творение не достигает той цели, которую Творец поставил перед Ним. И какие примеры мы можем привести? Я построил нечто. Я, например, построил там, ну, предположим, я плотник, я построил, например, кровать. Мы понимаем, что цель кровати для того, чтобы на ней спали люди. Но мы, например, берем и начинаем, например, на эту кровать складывать какие-то ящики или, например, насыпать туда там что-то хранить, какой-то там песок, например, да, или так далее. Это звучит странно, потому что мы понимаем, что изначальная цель для этого творения наших рук, для кровати, для того, чтобы мы использовали ее для сна. Примерно таким образом произошло с человеком. Человек перестал соответствовать Божьей цели. Он был сотворен для того, чтобы находиться вместе с Господом, иметь общение вместе с Ним. Но из-за того, что грех пришел его в жизнь, непослушание, цель человека, она начала меняться. Вернее, не цель, а то, что начало происходить в жизни человека, оно перестало соответствовать цели Творца. Итак, грех – это значит не попасть в цель, промахнуться. Само по себе слово «хэт» подразумевает этот смысл. И мы понимаем, что, будучи людьми, которые сотворены по образу Божьих, мы должны быть отражением этого образа. То есть, изначально, когда Бог творил каждого из нас, Бог задумывал нас таким образом, чтобы мы могли показать своей жизнью Его. Но мы читали здесь, в Левитах, 19 глава, 2 стих. «Объяви всему обществу сынов Израилем и скажи им, будьте святы, потому что я свят». То есть, эта цель – это то, к чему каждый из нас должен стремиться, к святости, которая приближает нас к Творцу. Итак, мы понимаем, что, к сожалению, это уже случилось. Вы помните события, которые произошли в Эдемском саду? Мы не будем подробно их разбирать. Тем не менее, смысл всего происшедшего сводится к следующему. Из-за бунта человека произошел разрыв между людьми и Богом. И нечто, то, что называется грехом, как вирус, можно так сказать, пришло в жизнь людей. Мы, люди все с вами, сделаны из одного материала. Мы понимаем, что, допустим, даже в современном мире есть болезни, которые передаются по наследству. Очень часто мы знаем такие ситуации, когда, например, у родителей есть ВИЧ. Такая достаточно известная и страшная болезнь сегодняшнего времени. Мы понимаем, что дети, которые рождаются у таких родителей, как правило, они имеют достаточно высокую опасность. Не все, но все же достаточно высокую опасность также получить этот вирус, то есть получить эту болезнь. К сожалению, так случилось, что если мы говорим о вопросах греха, каждый человек наследует эту болезнь, грех. Грех, который передается по наследству, определенная склонность поступать не так, как Бог изначально хотел, хотел бы, чтобы люди вели себя или поступали. То есть, иными словами, в каждом из нас сидит этот маленький предатель, который ведет нас к определенному пути. Пути разрушению, пути отдалению от Бога. И это было бы очень и очень сложно, если бы Господь не вышел нам навстречу, если бы Бог не помог. Мы понимаем, что вся проблема стала сосредоточена вокруг человека. В центре всего становимся мы с вами родные, любимые, в центре нашей жизни. То есть, что такое, когда мы говорим о понятиях эгоизма? Я хочу, чтобы было хорошо мне. Я хочу, чтобы весь мир крутился вокруг меня. Я хочу, конечно, так не происходит, но я все же хочу. И насколько вот позволяет мне такая возможность, я вот как бы и стараюсь, чтобы все было вокруг меня. Эгоизм. И когда мы говорим о выходе из данной ситуации, мы понимаем, что Бог, Он любит людей. Не просто, знаете, как бы люди сотворены им на растерзание сатане, на растерзание каким-то обстоятельством, на растерзание греху. Бог по-прежнему любит людей. Поэтому Он предусматривает определенный, можно так сказать, план спасения, или вакцинацию, или, можно так сказать, путь выздоровления человечества. Бог избирает из всех народов, которые находятся на всем лице земли. Один народ, через который Он хочет показать возможность спасения, и через который Он хочет донести для всего человечества простую идею. Можно жить свято. Можно жить таким образом, чтобы находиться близко с Богом. Это не просто, но это возможно. Согласитесь, если бы речь шла, например, о какой-то страшной болезни. Представьте, что весь мир, он болен. Все больны. Все, кого вы знаете. И нет никакого лекарства, нет никакой вакцины. Современные фильмы, они полны таких вот историй, да, когда вдруг все проснулись, и все заболели, и ужас, и так далее, и так далее. Представьте, что где-то находится место, или вы знаете, что в каком-то месте есть возможность выздороветь. Даже пускай это будет какой-то шанс, даже пускай это будет какая-то надежда. Я думаю, что все захотели бы туда пойти. И избрание еврейского народа, избрание Израиля было определенным призывом, можно так сказать, да, Бога к человечеству. Посмотрите на этих людей. Я меняю их жизни. Их жизни свидетельствуют о том, что болезнь греха побеждена в их жизнях, в их сердцах. Мы понимаем, что с одной стороны было очень прекрасно, с другой стороны было ряд определенных моментов. Тем не менее, начинается все с одного человека, человека, которого Бог выбрал. Вы знаете его, по крайней мере, читали. Речь идет об Аврааме, первом евреем. То есть, нации как таковой на тот момент не было, но Бог избирает одного человека для того, чтобы все началось. Бытие 12 глава, она повествует нам о том, как все это было. И Бог обращается к Аврааму, выводя его из определенного места, из Ура Халдейского, и дает ему очень простые обетования. Он говорит о том, что он произведет от него великий народ. Он сделает его семя источником благословения для всех других народов. Он даст потомкам Аврааму через Якова землю Израиля. И он благословит тех, кто благословляет Израиль, и проклянет тех, кто будет его злословить. Ну, достаточно известные для нас с вами истины. Дальше мы знаем, жизнь Авраама складывается непросто. Нет детей, есть ожидания, есть обетования, но ничего не происходит. И спустя время, совершенно невероятным образом, у Авраама появляется сын. Помните, да? Звали его Исаак. И через некоторое время, уже немного позже, мы знаем, что происходит такое событие, как египетский плен, даже не так, а Египет, да? Проживание Израиля в Египте. Мы помним то событие рабства, очень часто на Песах мы это вспоминаем. Тем не менее, Бог принимает для себя решение спасти человечество. Снова включается, вот как бы, даже не снова, а включается эта идея, план спасения. Бог хочет людей для себя назад. Он хочет приобрести каждого человека снова к себе. Мы понимаем, что сам по себе Авраам, он был достаточно уникальной личностью. Был ли этот человек абсолютно святым? Мы понимаем, что абсолютно нет. Он был человек, подобный нам. Он был достаточно простой. Но в жизни Авраама была некая особенность, которая обратила внимание Бога на него. Бытие 15 глава 6 стих говорит следующее. «Авраам поверил Господу, и он вменил, или засчитал ему это в праведность». Итак, Авраам поверил Господу, и Бог засчитал ему это в праведность. Я бы хотел несколько таких вот моментов сделать относительно понятия праведности. Что такое праведность? Мы часто слышим это слово «праведность», «святость», но не всегда понимаем разницу между этими словами и в том, собственно говоря, о чем идет речь. Итак, праведность – это правильное положение перед Богом. Достаточно простое определение, которое вы можете для себя принять. Человек праведный – это человек, который относительно Бога находится в правильном положении. Человек святой – это человек, который очищает свою жизнь от всякого греха, приближаясь таким образом к Богу. Если мы говорим о верующих Нового Завета, если мы говорим о нас с вами, рожденных свыше людях, мы понимаем, что мы позже будем более подробно об этом говорить, «что каждый из нас является праведным человеком благодаря праведности Ишо Мессии, но все мы с вами нуждаемся в том, чтобы возрастать в святости, приближаясь таким образом к Богу». Если вы, может быть, не до конца разобрались в этих терминах, я думаю, что после занятия мы сможем с вами более подробно об этом поговорить. Итак, праведность – это положение перед Богом, святость – это путь, который мы совершаем по направлению к Богу. Помним то, что мы читали. Бог говорит, «Я свят, и я хотел бы, чтобы вы также были святы, как и я». То есть, это путь. Итак, Авраам имел нечто, что отличало его от других людей. Он имел веру, он поверил. Это очень важный момент. И мы знаем, что величайшим испытанием жизни Авраама был момент, когда Бог обращается к нему и просит принести своего сына в жертву. Вы помните те события, которые произошли на горе Мария? Вы помните, что Авраам, он фактически уже занес нож, рука его была занесена, ангел Божий остановил над Исааком руку и так далее. И Бог заключил с ним позже завет. Тем не менее, для нас это очень важно понимать. В жизни Авраама одни из ключевых моментов сыграло несколько вещей. Первое – это вера, а также такое понятие, как жертва. И Исаак, он был очень яркой иллюстрацией того, как вера Авраама, она была способна отдать, благодаря вере Авраама, благодаря вере Авраам способен был отдать то самое ценное, что было у него. И само понятие жертвы подразумевает о том, что она очень и очень значима и цена для того, кто ее приносит. Вы понимаете, что если у вас, например, есть, ну скажем так, огромное стадо, например, овечек, их, например, там 10 тысяч, и вы говорите, кто-то вам говорит, давайте принесем Богу жертву. Ты говоришь, хорошо, я выбираю самую лучшую овечку. Не вопрос. Когда ты берешь одну из 10 тысяч, ты даже не замечаешь. Но когда, допустим, кто-то говорит, послушай, а давай мы принесем 9999 овечек, и ты понимаешь, что это очень серьезное действие. Почему? Потому что ты отдаешь практически все. Не одну, но одну ты оставляешь всего лишь себе. И мы понимаем, что само понятие жертвы, оно обязательно подразумевает ценность для того, кто ее отдает. Жертва не может быть дешевой, это не жертва. Это просто даяние, это просто благословение, это просто нечто, что вы отдаете. Но жертва это то, что касается глубины вашего сердца. Это то, что показывает, что вы готовы расстаться с чем-то для того, чтобы получить что-то другое. В данном случае, как и во всех других случаях, мы должны понимать, что само по себе понятие жертвы подразумевает одну очень простую вещь. Жертва это то, что приближает нас к Творцу. И когда Авраам был согласен принести в жертву Исаака самое дорогое, что у него было, он делал это не потому, что он боялся, что, знаете, Бог придет и накажет его. Он понимал, что в 90-100 лет родить ребенка само по себе это чудо, которое может произвести только Господь. Он хотел приблизиться к Богу. Своими жертвами мы показываем, что мы готовы приближаться к Богу. Если жертва, это действительно жертва, если это то, что мы ценим. Итак, вера и жертва являются частью того, с помощью чего Бог восстанавливает нас по отношению к себе. Это очень важно понимать. Мы знаем, что было немного позже, те обетования, которые были даны Аврааму, они действительно свершились. После Исаака рождались дети и родился народ, народ израильский. И мы помним те события, которые происходили в Египте. То есть, так сложились обстоятельства, что весь народ, он переселился жить в Египет. Сначала было хорошо, потом стало хуже, а потом стало вообще очень плохо. И в какой-то момент Божий план спасения для всего народа, то есть, мы помним, начиналось все с одного человека, с Авраама, но начало расширяться и так далее. И Божий план, он начал касаться всех народов и касаться больше и больше людей. Мы видим, что Бог избавляет людей, народ израильский, из египетского рабства. Событие, которое мы часто с вами вспоминаем на Песах. И если мы внимательно посмотрим на модель Исхода, мы можем увидеть очень простую вещь. Это не просто исторические события. Если мы с вами обратим внимание на некоторые ключевые моменты, мы сможем увидеть, что Исход сам по себе – это прообраз того плана спасения, который Бог приготовил для того, чтобы искупить все человечество. Мы помним, что было такое событие, как 10 казней. Помним, да? Когда там темнота была, жабы, мошки, язвы и так далее. Бог, избавляя еврейский народ, Таким образом, он касался определенных идолов, определенных кумиров, которые были на тот момент в Египте. Каждый из этих вещей, или, скажем так, событий или казней, они имели место в определенном поклонении для египтян. То есть, было поклонение земле, было поклонение реке и так далее, и так далее. И Бог, он показывал свое торжество. Но, тем не менее, мы можем увидеть несколько интересных моментов относительно Исхода. Первое, то, что нужно понимать. Израильский народ, еврейский народ не мог сам себя спасти. Он не мог просто так собраться и сказать, «До свидания, мы уходим, прощайте, не поминайте нас лихом». Это было невозможно для той нации или для рабов, которые тогда были. И никакого действия не было бы достаточно с их стороны. Спасение народа израильского из египетского рабства было полностью действием Бога. Следующий момент. Он был способен получить спасение только благодаря вере и послушанию. Мы понимаем, что если бы еврейский народ не поверил Богу и не послушался Его, их спасение было бы невозможным. Они бы так и остались там, в Египте, в том же самом месте. Я не знаю, что бы сейчас это было. То есть, это были бы люди по-прежнему в горе. Ну, рабство. Рабство само по себе подразумевает достаточно тяжелые вещи. Итак, вера и послушание. То, что было необходимо для народа, для того, чтобы двигаться вперед. И следующий момент – это жертва крови, которая предотвратила Божий суд. Вы помните, да, этот момент. Речь идет о последней казни, казни над первенцами. Но для израильского народа, который верой и в послушании Богу принес или заклал агнцев, помазав их кровью косяки, мы помним, что это стало знаком или путем и возможностью для их спасения. Итак, ключевые моменты. Люди хотели бы быть свободны, но не могли сами по себе. Для того, чтобы приобрести свободу, получить свободу, необходимо вера и послушание, а также жертва. Это ключевые моменты, которые касаются плана спасения. Для нас это важно помнить, хотя бы даже в простых вот таких вот понятиях. Итак, суверенное желание Бога, невозможность человека самому спастись, вера и послушание, а также жертва крови, которая дает возможность на искупление. Точно так же дело обстоит с нами. Мы хотели бы быть свободными от греха, мы хотели бы получить спасение, но мы не можем это сделать сами. Мы можем только по вере откликнуться на Божье действие спасения, на Его Слово, для того, чтобы Он мог спасти нас отсюда. Но не все так просто. Необходимое жертвоприношение, кровное жертвоприношение. И исход передает нам, само понятие исхода передает нам эти простые образы, которые мы видим в Божьем плане. Итак, мы знаем, что народ вышел. И, выйдя из рабства, для народа был дан завет. Завет, который Господь заключил с каждым человеком из избранного народа. С каждым израильтянином, который вышел из рабства. И был дан определенный закон. Закон, который мы знаем, как закон Моисея. То, что заповеди, или, скажем так, определенные правила. И в некоторых моментах иногда люди смотрят на заповеди, как на нечто отягчающее. Это наподобие того, когда люди не любят лечиться, например. Вы встречали, наверное, возможно, кто-то из вас так же. Даешь человеку таблетки, он говорит, какая гадость. Я терпеть это не могу. Но, и вы знаете, да, что каждый прием такой таблетки – это бой. Поэтому очень часто сейчас современные медикаменты, особенно сиропы, они очень сладкие. Потому что дети их обожают пить. Вы помните, да, сиропы своего детства. И некоторые, это, или порошки, которые, это ужас. Это ужас. Ну, сейчас такого уже просто не делают. Когда мы говорим о заповедях, когда мы говорим о каких-то вещах, иногда мы подразумеваем такое понятие. «Ой, это настолько ужасно, жить по заповедям, это так тяжело, это так, я не хочу всеми силами». Но вы же понимаете, надо как-то, надо как-то, ну, приходится. Сделаю я Богу одолжение. На самом деле мы должны понимать простую вещь. Когда мы с вами стараемся жить по заповедям, это наподобие того, как мы, знаете, когда человек, он старается качественно и послушно принимать лечение. И в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего такого, знаете, типа, о, какой ужас. Нет. У меня есть болезнь, болезнь называется грех. Я принимаю лекарства. Все нормально. Это выход для меня. Это намного лучше, чем просто махнуть рукой и сказать, «А, все болеют, и я буду болеть». Нет. Бог дает благодать. На тот момент Израиль был единственным народом, который имел этот план, который имел, можно так сказать, рецепт на спасение. Рецепт, который помог бы ему избавиться от болезни греха, от наследственной болезни греха. Бог приписывает лечение. И перед тем, как израильский народ вошел в землю обетованную, мы знаем, что закон, он вошел в жизнь еврейского народа. Итак, есть несколько ключевых моментов, или, скажем так, ключевых правил, которые касаются закона, или которые касаются нашего следования за Господом. Левит, 19 глава, 34 стих. Левит, 19, 34. А также мы знаем различные другие места, такие как второзаконие, 6, 4, в частности, молитва Шма. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един и есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Это ключевой принцип выздоровления, ключевая заповедь. Люби Господа всеми силами, всем тем, что ты можешь, всем сердцем, всей душою, всем, чем возможно, старайся любить Господа. Это поможет тебе. Это заповедь. Мы также знаем достаточно хорошо уже, да, с вами 10 заповедей, которые описаны в 20 главе книги Исход. Они также заключают в себе основные принципы любви к Богу и любви к людям. Два простых принципа. Возлюби Господа, возлюби людей. Итак, эти заповеди, они заключают в себе все основные принципы. И если мы говорим обратно же о параллели с лечением, для нас это достаточно просто. Можем сравнить, да. На улицу без шапки не выходи, там холодное не пей. Нормально? Нормально. И мы понимаем, что нет смысла перечислять все напитки, которые нельзя пить холодными. То есть речь идет просто. Холодное пить нельзя. Все. Не надо говорить там. Минеральную воду можно, а тархун нельзя, а вот то можно, а вот то нельзя. Нельзя пить холодное. Люби Бога, люби людей. В этом заключен основной принцип. Итак, мы понимаем, что не все так просто. С одной стороны, Бог ожидает от нас того, что мы будем поступать правильно. Мы будем поступать благочестиво и свято. С другой стороны, мы понимаем, что наш этот внутренний предатель, наша внутренняя природа, она по-прежнему пытается подвести нас. Мы по-прежнему находимся в определенном сражении и в определенном таком внутреннем напряжении. И когда мы говорим о заповедях, которые мы читаем в Новом Завете, в Брид Хадаша, мы видим, что Ишуа, он учил не просто людей, вот как бы, знаете, исполнить заповедь. Но он говорил о том, что если раньше, в определенное время, во времена Маше, Моисея, во времена Синайского закона, вам достаточно было просто, например, не делать никому зла, то я вам сейчас говорю, на сегодняшний момент старайтесь жить таким образом, чтобы даже в мыслях не согрешать против человека. То есть Божий стандарт, он увеличивается и в каком-то смысле становится для людей достаточно сложным. Хотя если мы посмотрим более внимательно на те заповеди, которые дает Ишуа для людей, мы снова можем увидеть простой принцип «люби Бога и люби людей». То есть суть этих заповедей, она остается тоже, и их внимание, Бог уделяет внимание им на более детальном уровне. Итак, мы понимаем, что каждый из нас согрешил. Даже если мы не украли, даже если мы никого не убили, мы понимаем, что в понимании Бога внутри себя не всегда мы думали друг о друге хорошо, не всегда мы там не захотели чего-то, не возжелали. Итак, все мы сделались как нечестивый. «И вся праведность наша, или добрые дела, как запачканная одежда». Это Исайя 64, 4. «Все мы сделались как нечистый». То есть каждый из нас, какими бы добрыми делами мы с вами не занимались, как бы мы ни поступали, все равно мы не можем просто своими поступками или своими делами угодить Господу. И очень часто, когда мы размышляем о том, как же Бог смотрит на жизнь человека, мы представляем себя очень просто. О том, что в нашей жизни есть добрые дела, а есть злые. Вот знаете, как чаша весов. С одной стороны добро, с другой стороны зло. И если в конце нашей жизни мы придем к такому моменту, когда Бог нас начнет спрашивать, мы себе думаем о том, что вот если добрые дела, они будут больше, ну просто по количеству больше, то тогда нам повезло. А если меньше, то, соответственно, как бы нам не повезло. Бог приведет. Мы, как бы, должны своими добрыми делами или исполнением каких-то заповедей заслужить Божье прощение, заслужить Божье искупление. Но если мы посмотрим немножко по-другому, мы можем увидеть следующую, например, картину. Сумма добрых дел нашей жизни. Вот представим, что мы возьмем все наши добрые дела и сложим их в большую кучу. И попробуем положить их на чашу весов. Но с другой стороны мы положим простую вещь. Не просто злые дела, которые мы делали, а положим туда праведность и святость Божью. Мы понимаем, что сколько бы много мы не делали добрых дел, все равно его святость, она больше. Все равно совершенный эталон Бога, он перевешивает. Потому что мы с вами все же имеем склонность к греху. И мы с вами имеем проблемы с этими вещами. Как можно это сравнить? С чем это можно сравнить? Предположим, что есть два человека, которые занимаются спортом. Один человек прыгает в дистанцию на длину на 3 метра, другой, например, прыгает на 7 метров. Мы понимаем, что, конечно же, тот, который на 7, он молодец. И в нашем понимании это чемпион. Но если случатся какие-то обстоятельства, например, этим людям нужно будет перепрыгнуть, ну, предположим, во время пожара достаточно большое расстояние, например, в 300 метров, то ни первому, ни второму это не поможет. Как бы ты хорошо не прыгал с точки зрения человека, с точки зрения Бога, ты все равно не допрыгиваешь до нужного момента. Итак, такое наше духовное состояние перед совершенством Бога. Поэтому мы понимаем, что в плане спасения необходим какой-то другой путь. Левит 17, 11. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы понимаем, что когда древний израильтянин нарушал закон Бога, он приносил священнику жертву, непорочное животное. Вы помните эти события, да? То есть человек приходил, он возлагал руки на голову животного, таким образом смерть, когда она умирала, таким образом смерть этого животного, она служила как бы искупительной жертвой, или тем, что замещает смерть самого человека. И мы видим, когда мы смотрим в книгу Левит, мы видим целую систему жертвоприношений. И само по себе существование храмового жертвоприношения указывало на потребность в посреднике между Богом и человеком. То есть всегда должен был быть кто-то, кто помог бы человеку принести эту жертву. И жертвоприношения представляли четыре центральных элемента. Первое – это святость Бога и его ненависть ко греху. Второе – это разрушительная сила греха, показанная в смерти животного. Третье – нужду в признании в грехе и заменяющей жертве. И четвертое – милость Бога, который прощает грешников. Эти принципы сокрыты в понимании жертвоприношений. То, что являлось в самом центре. Итак, святость Бога и его ненависть ко греху, разрушительная сила греха, показанная в смерти животного, нужду в признании в грехе и заменяющей жертве, а также милость Бога, который прощает грешного человека. Благодаря вере в предусмотренную Богом жертвенного акца, чья кровь искупала грехи, человек восстанавливал свои взаимоотношения с Богом. Это был путь приближения к Богу. И мы понимаем, что на самом деле, если мы говорим о понятии закона Моисея или тех правил, которые на тот момент были, мы понимаем, что само присутствие греха, оно по-прежнему оставалось в жизни человека. То есть грех, как таковой, он покрывался, но не уничтожался. Это можно сравнить с лекарством, которое человек принимает. Ему становится легче, но он по-прежнему нуждается в уходе. Он по-прежнему нуждается в том, чтобы принимать снова и снова, так можно сказать, хронически одно и то же лекарство. Жертвы, которые бы приближали снова, снова и снова. Итак, мы сегодня с вами затронули основные понятия, связанные с жертвами и с нашим положением перед Богом. На следующих занятиях мы более подробно поговорим о том плане, который Бог имел через Мессию. На сегодняшний момент мы будем с вами заканчивать. И в конце ваших книг мы прошли с вами первых две главы. Есть вопросы для изучения. Я прошу вас, чтобы вы дома обязательно просмотрели, имеется в виду в конце каждой главы. Мы прошли первых две. В конце каждой главы есть вопросы. Пройдите, пожалуйста, их дома, заполните те вопросы, которые там есть. А также внизу есть места Писания, которые необходимо выучить. Я прошу вас их выучить, потому что на следующий раз мы будем их с вами повторять. Я буду...